Добрый день! Рада представить вам свою работу, посвященную ультразвуковой диагностике кожи, дерматологии и косметологии. Целью нашего исследования было обозначить области применения ультразвукового сканирования кожи в дерматологии и косметологии, определить особенности высокочастотных ультразвуковых признаков, различных по виду филлеров. Кожа – это один из самых больших органов человека. Толщина эпидермиса составляет 200 до 200 мкм. Толщина дермы на разных участках колеблется от 500 мкм до 4000 мкм. И толщина гиподермы колеблется до 50 мм. Ультразвуковое исследование перед косметологической процедурой выявляет участки с дефицитом подкожно-жировой клетчатки, а после процедуры в случае необходимости поможет проконтролировать глубину ведения филлеров. Ультразвуковая диагностика – наиболее распространенный метод исследования, который в настоящее время составляет более 1,3 объема всех диагностических процедур медицинской практики. При традиционном сканировании используют датчики с частотой от 3 до 16 МГц. В дерматологии ультразвуковое сканирование появилось сравнительно недавно, хотя разработки этого метода проводились с 80-х годов. Это было связано с трудностью технического решения данной задачи. Частоты от 5 до 16 МГц предназначены для исследования глубоких структур, лимфоузлов, мышц, связок, нижних слоев гиподермы и не позволяют дифференцировать различные слои кожи. Для четкого изображения гиподермы, дермы и эпидермиса нужны частоты от 22 до 100 МГц, а наиболее оптимальными в практике являются частоты от 33 до 75 МГц. Основными областями применения ультразвукового сканирования кожи являются изучение строения нормальной кожи и эхографических признаков старения, изучение первичных и вторичных элементов кожных заболеваний при дифференциальной диагностике и оценке лечения в динамике, предварительная оценка состояния и анатомических особенностей кожи перед введением филлеров, контроль их расположения и осложнений. Чем выше частота ультразвука, тем лучше разрешение. Ультразвуковое сканирование кожи в норме и при патологии дает информацию о внутренней микроструктуре, которая недоступна при наружном осмотре и пальпации. Принципы ультразвукового сканирования. В основе ультразвукового исследования кожи лежит известный принцип ультразвукового сканирования в режиме импульс-эха. Акустические волны распространяются в упругих средах и вызывают колебания структурных элементов. При этом частицы вещества не переносятся в направлении распространения волны, а совершают колебания определенной амплитуды. Различия в акустическом сопротивлении различных участков биологического объекта обуславливают степень отражения ультразвуковых волн и служат источником сигналов для ихографии, что позволяет дифференцировать и ткани, и участки их изменения. На данном слайде приведен пример, как выглядит высокочастотное ультразвуковое сканирование интактной кожи предплечья при частоте 75 МГц. Для описания ультразвуковых изображений используют термин эхогенность. Эхогенность – это интенсивность отражения ультразвуковых волн от структурных элементов биологических тканей, которая зависит от плотности, однородности, звукопроницаемости, преломления и поглощения звуковых волн. Эти свойства напрямую связаны с морфологическим строением ткани, и для каждой ткани характерна своя эхогенность, а ее изменения, как правило, свидетельствуют о развитии патологических процессов. Анахогенные, то есть практически не отражающие ультразвуковые волны жидкости, к которым относятся кровь, ликвар, моча, жидкие гнойные эксудаты, некротизированные ткани, филеры на основе гиалуроновой кислоты и силиконовые импланты. Анахогенные участки на сканограммах представлены черным цветом. Гипоэхогенные или слабо отражающие ультразвук – это жировая клетчатка, клеточные инфильтраты, грануляционная ткань, отечная ткань и свежие рубцы. Гипоэхогенные участки на сканограммах визуализируются темно-зеленым, зеленым и светло-зеленым цветами. Гипоэхогенные, то есть сильно отражающие ультразвуковые волны, роговой шиповатый слои эпидермиса, зрелые нормотрофические и гипертрофические рубцы, костная ткань, надкостница, фасции. Гипоэхогенные участки на сканограммах визуализируются красным, оранжевым, желтым и белыми цветами. Также существует такой термин, как гетерогенность. Его применяют, когда в ткани визуализируются различные поэхогенности участки. Самым ярким примером гетерогенной ткани является дерма, которая содержит множество структур, которые отличаются по акустической плотности, то есть волокнистый каркас дермы, который визуализируется в виде гиперэхогенных пикселей, глюкоза, миногликаны, сосуды и клеточные элементы в виде гипоэхогенных пикселей. Инкальтеративное воспаление в дерме визуализируется в сосочковой и сетчатой дерме в виде гипогетерогенной области, формы и размера которой зависит от интенсивности и глубины распространения воспалительного процесса. Центральная часть воспалительного инфильтрата, как правило, гипоанехогенная за счет скопления однородных по акустической плотности иммунных клеток. Периферическая область, где количество однородных иммунных клеток, снижается. Гипогетерэхогенно в ней частично визуализируется структура матрикса дерма. При эксудативном воспалении полость, заполненная эксудатом, анахогенно или гипогетерэхогенно. Анахогенными выглядят однородные эксудаты, такие как гнойный эксудат, эксудат ожоговых пузырей, эксудат пузырьков при экземе. Гипогетерэхогенными выглядят эксудаты, содержащие компоненты с разной акустической плотностью, например, эксудат интрадермального пузыря при вульгарной пузырчатке, который содержит жидкость и конгломераты клеток эпидермиса. Некротические изменения в дерме проявляются в виде анахогенных участков с полной потерей структурных элементов дерма. Рубцы изменяют свою структуру по мере формирования группы волокнистой соединительной ткани, составляющей основу рубца. Зрелые рубцы гипергетерэхогенны, килоидные рубцы, как правило, гипоанахогенны. При атрофических процессах наблюдается значительное снижение толщины дермы и подкожной клетчатки. Структура атрофических участков гетерэхогенна и включает как гипоанахогенные, так и гиперэхогенные элементы. Основные точки приложения высокочастотной узвизуализации кожи в косметологии. Объективное исследование маркеров старения кожи – это состояние морщин, возрастной атрофии эпидермиса и дермы, гиперкератоза и ультрафиолетовых повреждений кожи, определение индивидуальных анатомических особенностей, состояние дермы, жировой клетчатки, расположение мышц и сосудов и изменений, связанных с предыдущими воздействиями перед ведением филеров. Оценка персональных морфо-функциональных показателей кожи, толщины эпидермиса, дермы и подкожно-жировой клетчатки и их структуры с целью выявления неадекватной глубины и параметров воздействия. Проведение мониторинга динамики лечения пациента, оценка введенных препаратов, их расположение, биодеградация, контроль возможных осложнений. Исследование структуры глубины и границы рубцовых изменений в различных слоях кожи, наличие и расположение инородных тел, состояние имплантов кожи. Данная работа затрагивает такой аспект косметологии, как ведение филеров. Популярность применения филеров постоянно. Это связано с тем, что результаты данной процедуры проявляются быстро и очевидно. Филеры нового поколения позволяют достичь результатов, которые раньше были возможны только при проведении пластических операций и сопровождались последующим долгим восстановительным периодом. В связи с ростом производства разнообразных филеров, расширением их ассортимента и усложнением методик ведения, учитывать потенциальные риски становится все более сложно. Филеры подразделяют на биологические и синтетические. Среди косметологов и дерматологов наиболее популярны биодеградирующие и резерцирующие препараты на основе гиалуроновой кислоты. Синтетические филеры биодеградируют значительно медленнее, либо остаются неизменными на протяжении всей жизни пациента. Наиболее распространенные синтетические филеры – силикон и силиконовое масло. Полиметил, метакрилат, кальциогидроксиапатит, полиакриламидный гель. Принятые классификации интрадермальных наполнителей подразделяют их по химическому составу, например, филеры на основе гиалуроновой кислоты или силикона, физико-химическим характеристикам, таким как плотность, когезивность и другие, а также по длительности нахождения в тканях, механизму их биодеградации и биорезорции. Наиболее распространенная классификация делит филеры на нерассасывающиеся или перманентные и рассасывающиеся биодеградируемые. Ультразвуковое исследование применяют в косметологии для уточнения индивидуальных анатомических особенностей мягких тканей пациента, мониторинга расположения филера и его биодеградации после инъекции, а также для определения структуры и расположения ранее введенных препаратов. Исходя из вышеперечисленного перечня разновидностей филеров, стоит сказать об особенностях ультразвуковой картины каждого из них. Филеры на основе гиалуроновой кислоты выглядят как анахогенные участки округлой, овальной или вытянутой формы. В норме границы с окружающими тканями четкие и регулярные, непрерывные. Дестабилизированная гиалуроновая кислота начинает уменьшаться в размерах через 15-30 дней после инъекции. Препараты, содержащие шитые полимеры, сохраняют свои размеры и не изменяются длительное время от 3-6 месяцев до 2 лет. В структуре препаратов гиалуроновой кислоты, содержащих ледокаин, иногда проявляется небольшая гетерохогенность. При биодеградации препаратов на основе гиалуроновой кислоты ихогенность в зоне филера повышается и восстанавливается нормальная структура ткани. Полиметилметокрилат проявляется в виде гиперохогенных участков небольшого диаметра 0,1-1 мм, которые дают гиперохогенную акустическую тень, описанную некоторыми авторами как хвост мини-кометы. Полиметилметокрилат не резорцируется и практически не изменяется со временем. Это полимолочная кислота, препарат скульптора. На данном случае представлена сканограмма частота 22 МГц филера на основе гидроксиапатита кальция, введенного в среднюю треть щеки. Гидроксиапатит кальция выглядит как гиперохогенная масса с неровными очертаниями, размер которой зависит от объема инъекции. Отложение гидроксиапатита кальция дает негативную акустическую тень, картина не изменяется с течением времени. Здесь представлена сканограмма частота такая же, как на предыдущем слайде, полиакриламидного геля, введенного в область носогубной складки. Полиакриламидный гель определяется в виде округлых и овальных гиперохогенных областей, четко отграниченных от окружающих тканей, расположенных в субдермальном виде цепочек. При сканировании по продольной оси распределение препарата ультразвуковая картина стабильна и не изменяется с течением времени как минимум на протяжении 18 месяцев. Силикон проявляется в ультразвуковых сканах в виде анахогенных областей, расположенных субдермально в жировой клетчатке, не изменяющихся в течении всей жизни пациента. Силиконовое масло очень сильно изменяет структуру тканей. Области, импрегнированные силиконовым маслом, выглядят размытыми и гиперохогенными. Такой размытый гиперохогенный паттерн описывают как снежный шторм. При проведении контурной пластики не исключена вероятность развития осложнений, которые также визуализируются с помощью высокочастотной ультразвуковой диагностики. При интродермальном введении препаратов гиалуроновой кислоты нередко возникают осложнения в виде гранулем и народного тела. Гранулемы имеют гиперохогенную структуру. При надавливании датчиком форма гранулема практически не изменяется. На данном слайде мы видим сканограмму в левой скуловой области, где произошла миграция гиалуроновой кислоты, которая визуализируется в виде овальных гипоанахогенных участков подкожной клетчатки, отграниченных фасцами. Размеры узла 8 и 5 миллиметров. Выражена деформация наружного контура кожи и внутренней границы дермы и подкожно-жировой клетчатки. Частота также 22 МГц. Еще одним поздним осложнением контурной пластики является склерозирование тканей, которое происходит в результате хронической компрессии тканей и сосудов при гиперкоррекции и повторных инъекциях филеров. Основным структурным компонентом при этом становятся волокна коллагена первого типа, которые хорошо отражают ультразвук и обуславливают гиперохогенность очагов поражения. Представлена сканограмма рубцовых изменений в дерме и подкожно-жировой клетчатке в области носогубной складки. Частота 75 МГц. К нами было проведено сравнительное ультразвуковое исследование кожи губ двух пациенток, у одной из которых в анамнезе было произведено ведение филера с гиалуроновой кислотой, что представлено слева. У второй пациентки никаких вмешательств никогда не проводилось, у той, что представлено справа. Здесь мы можем видеть ультразвуковую картину кожи со следом от походу иглы, а также анахогенные участки округлой формы, что сверху и снизу. На данном слайде ультразвуковое сканирование кожи при отсутствии каких-либо вмешательств. Это ультразвуковое сканирование кожи пациентки, которая была представлена на правой фотографии. Спасибо за внимание.